Доброе утро, друзья! 5 апреля у нас сегодня. Вот почему начинаю отсюда свой показ, потому что хочу показать. Вот вчера я здесь вот обрезала всю свою черную малину. Я осенью не успела этого сделать. Ну и хорошо, что весной сделала. Почему? Потому что столько было здесь травы, столько разных побегов. Тут у меня кампсис рос, друзья мои, вот на этом месте. Все заплетал. И соседский сарай. И все. Ну, мне такие неприятности не нужны. Я решила его удалить, но никак не могу избавиться от его проростка. Но везде, по всему малиннику. Вот, я его вчера убрала. А сегодня вот не досмотрела. Вишня там оставалась. Еще вчера урезала сколько. А это вот, видите, посмотрите, какие вишня. Вишни. Это вот вишня у соседей растет. Вот там, видите, все корни сюда вот ее. И вот прорастают, и вишни сыпятся, и все. Ну, короче говоря, здесь целый, как говорится, набор всего. Да. Ну, вот все равно малину привела в порядок, как видите. Подвязала ее друг к другу. Она пойдет расти. Вот побеги эти новые, на которых цветочные веточки. Вот. И ничего страшного не будет. А так она распадается. Я ее сильно обрезала. Очень длинные были побеги. Вот так вот привела в порядок. Здесь я тоже вчера убирала. Розу там у меня. Роза. Не было еще этих кустарников, когда она росла. Там их было две. Одна и около кухни другая. Но дело в том, что посадила здесь же я жимолость. И вы представляете, роза стала плохо цвести, конечно. Желтеет она почему-то. Ну, в общем, такие дела. Ну, пропадет, значит. Ничего не сделаешь. Там я посадила ее отросточек. Ну, вернее, черенок. И он укоренился. И там он будет у меня в цветнике. А здесь, вот, как видите, еще и сливы я посадила. Вот. Выписывала по интернету. Кстати говоря, выписала. У меня, кажется, такая точно слива есть. Ну, не важно, какая разница. А та белая слива. Малина черная. Она и вот тут была. Я ее все выкорчевала. Так она до кухни перебралась. Вы представляете? Вот такая. Такие у нее длинные побеги растут. Ну, пусть возле кухни уже подвязала там я. И здесь. Здесь место, друзья, такое, что ничего здесь не растет. А малина прекрасно растет. Ну, и трава, конечно. И вот, чтобы хоть чуть-чуть поддерживать порядок возле дома, я вот посадила эту малину. Теперь за ней ухаживаю. И, конечно же, за домом замечательно. Да, ну, вот так. Вот остались доски. Надо будет забрать. Мне они как раз нужны будут. Так, ну, вот, друзья, это, что я сделала вчера. Хочу сказать, мои уважаемые, что траву, которую я там на малиннике собирала, я вот сюда вот сыпала. Вот в этот парничок. У меня тут есть опилки. Вот еще там соберу листья. Вот. И вот сюда насыплю. А потом опилки. Вот. Здесь я ничего не сажаю пока, друзья мои. Будет просто стоять рассада до тепла. Вот. Потому что скоро уже некуда будет ставить. Буду ставить в эту тепличку. Вот. А там надо будет, как говорится, размножать. Ну, вот, корытом вот этим ношу. Очень удобно. Так. Ну, и какое у нас, у меня, вернее, на сегодня, какая работа. Я начну с кустарников. Уборку здесь. Мне нужно вырезать смородину лишнюю. Белую, черную. Какую лишнюю? Ну, которая лежит вот так, на бок. Которая засохшая, больная. Ну, и так далее, как говорится, да? Вот. Надо вот обрезать вот этот барбарис, чтобы он был низко. Не нужен мне длинный. Вот так эти веточки обрежу. Ну, и, естественно, так пойду подряд. Обрежу кустарнички. Потом выгребу здесь. Вот. Я так думаю, до яблони хотя бы сегодня. Ну, а там будет видно. Успеть мне. Вот. Вот еще вот ту гортензию забыла. Все обрезала. А вот та у меня осталась. Я вот покажу. Гортензию я все вырезала. У меня даже вот здесь есть гортензия. Я ее тоже обрезала, как видите. Да, замечательная гортензия у меня здесь. Это древовидная. Аннабель. Так. Тут вот грушка у меня растет. Ну, я уже обрезала половину веток ореха, чтобы не мешал. Тут у нас склад, как говорится. Дрова старенькие. Ну, мало ли что. Знаете, в жизни все, что хочешь, может пригодиться. Нельзя же в своем доме никуда не чудевать. Вон, как на Украине и везде. Без цвета, без газа и что тогда. И тогда сиди. Поэтому все у нас это хранится. Вот. Как уже совсем не нужно станет, все это, конечно, ликвидируется. Да, она потихоньку сама сгниет, как говорится. Вот грушка у меня, как видите. Ну, она, у нее такие хорошие груши, я вам хочу сказать. Ну, вот она из-за этого, из-за ореха портится. Не дает он ей толком расти. Она уже была большая. Ей уже, наверное, лет шесть, если не больше. Так. Тут еще закручен у меня, можно уже, собственно, размотать, наверное. Это садовый гибискус. Вот один тут, тот другой был. Не знаю, отойдет, не отойдет. Вот здесь он. Сама ветка пропала, но в прошлом году вот побеги стали расти. Думаю, там корешочек хороший. Ну, посмотрим. Ну, вот, друзья, вот тут начну дальше убирать, как говорится. Вот, надо порезать лишние ветки, вольные смородины. Это черная смородина. Вот, как видите, что-то она, видно, приболела. Тут вот есть сухие, засохшие ветки. Вот, надо их убрать, оставить молоденькие. Ну, и белая смородина тоже самое. Это у меня ряд белой смородины. Вот, ну, вот такие дела. Так вот потихоньку, потихоньку я... На этой неделе нужно все закончить, потому что надо на следующей неделе побелить деревья к Пасхе. Вот, кое-что посеять, посадить на участке. Обычно на страстной неделе все сеют. Ну, вот, друзья, пока все. Как только я сделаю сегодня, что я вам обязательно покажу, что я успела сделать. Вот, так что, если вам интересно, смотрите дальше. Итак, друзья, что же я все-таки сегодня сделала? Время сейчас только четвертый час дня, но я уже больше ничего сегодня делать не буду. Мне нужно собачки кушать, пойти сварить. Вот, смотрите, обрезала вот барбарис здесь. Это декоративный у меня барбарис. Значит, высадила две розы, обратите внимание. Одна и вторая. Высадила оба пиона. Один и второй. Конечно, чувствуют они себя, надо сказать, отвратительно. Но, будем надеяться, что пойдут у них новые росточки. Значит, обрезала вот эту яблоню. Побеги лишние, которые вниз, потому как они мне прям падают в этот фонтанчик, декоративный фонтан, пока ничего не делала. Еще будут идти дожди, потом я воду эту уберу. Вот, на цветы или там куда-то. В общем, не ясно еще пока. Будет потом видно. Вот, посмотрите, везде выгребла листу. Обрезала смородины. Вот эту черную, эту черную. Вот тут очень много было порченых веточек. Да, надо сказать, надо их вот так вот сюда, чтобы они все-таки, ну ладно. Вот эту обрезала. Здесь было немножко плохих веточек. Здесь прямо много. Вот, пожалуйста, поломалось уже теперь. Вот еще. Все, не слава богу. Ну ладно. Так. Короче, обрезала все смородины. Все белые и красную тут у меня смородину. Черная вот эта хорошая. Ничего в ней плохого нет. Ничего не стала трогать. В общем, выгребла под яблоняй. Вот тут, в общем, все повыгребала. Ну, не до вылизывания, конечно. Пусть осталось немножко. Там вот листу сгребла под барбарис. Под кизил. Потому что кизил очень любит влага, чтобы у него была. Поэтому я каждый год туда сгребаю листья. Они немножко предохраняют от высушивания. Так. Что дальше? Ну, в общем, везде вот выгребла, как видите, да? Обрезала крыжовник весь. Обрезала лишние побеги, которые лежали на земле. Вот. Которые, как говорится, были какие-то совсем нехорошие. Что у меня осталось? Так. Теперь что здесь у нас? Здесь у нас, друзья, выкорчевала два куста смородины. Нехорошие. Здесь было красное, там белое. Белое у меня предостаточно. Не хочу я больше ее. Так. Выкорчевала один куст. Вернее, дерево. Одно дерево зизифуса у наби. Ой, еле выкорчевала. Слушайте, такой кореняк огромный. Вот там половина вырубила барбариса. Не нужна у меня. Да. Вот осталось что? Осталось у меня вот здесь. Вот надо порядок навести. Но это уже завтра устала я сегодня. Вырезать вот тут смородину. Посмотреть, что там с ней. Посмотреть надо еж, что у меня там. Тоже что-то там она сильно разрослась уже. Вот. Вот тут посмотреть смородину красную. У меня один кузырь из черной и два красной смородины тоже. Но это уже завтра. Вот. Ну, осталось, короче, немножко. Вы знаете, друзья, я хочу сказать, у меня пионы в том году присылали такие чахотошные. Я думала, они не пойдут расти вообще. Ну, посмотрите, вот, видите, пошли побеги расти. Я тут их определила, где они тут есть. Вот один, второй, третий. И вот четвертый, и там пятый. Так что все взошли. Да. Так что будем смотреть. Ну, они не будут, конечно, цвести, они же на третий год зацветут. Вот. Видите, что у меня с голубикой. Ой, не знаю. Надо опять купить мешок кислого торфа. Насыпать и удобрить ее. Я в том году удобряла, но что-то, не знаю. Ой, боже мой, кошмар, короче говоря. Так, у нас жарко сильно. У нас такие вещи не растут. Вот веревки надо пособирать, а то они у меня что-то поразвалились по всей Европе, как говорится. Вот. Короче говоря, вот так. Да, и я же, как вам уже говорила, вот у меня... Люпин. Один куст остался, второй пропал. Посмотрите, у него так застарели корни, посмотрите, что делается. Прям старые стали корни. Ну, вот тут один есть росточек. И одуванчик тут вырос. Один росточек. Ну, пускай. Тут они, вот, поглядите, как осыпались. Это будет опять куст здесь большой. Так что страшного ничего нет. Они везде порассыпались, эти люпины. Кругом, друзья мои, кругом. Везде их полно. Вот, по всему огороду они у меня, как говорится, растут. А здесь вообще не знаю, что... А, тут, наверное, однолетний дельфиниум. Тут вот люпины у меня. Посмотрите, сколько у меня тут, а. Кошмар. Здесь и вот там я вам показывала. Ну, вот опять, видите, сколько у меня веток. Сейчас сильный ветер, нельзя жечь. Успокоится к вечеру, может быть, тогда. Вот вчера просеяла, здесь была куча золы у меня. Вот просеяла золу. Смотрите, целый бачок золы у меня. Вот там. Да. И еще там нагорит. Рассыпала вчера по всей землянике, кругом. По всей, абсолютно. И по землюнике золу кругом. По всей. И тут. И тут вот, видите, вот. Везде рассыпала, так что удобрила, как говорится. Вот еще тут мне нужно тоже порядок навести. Так что работы еще, друзья, много. Много земля после дождей, вот вы верите, клеплая. Прям вот, как будто, как глина здесь. Ну, у нас же ж она не глина. У нас тут чернозем. Вот я прививочку делала. Смотрю, верхушечки начали расти. Наши прививочки принялись. Ну, посмотрим чуть попозже. Сейчас, видите, пока снимаю. Ну, вот, друзья, пожалуй, пожалуй, идет. Ну, понимаете, какое дело? Еще же у меня вот можно открывать ежевики, бенокрин. Ну, работы-то много. Ну, вот такую работу весеннюю я, пожалуй, можно сказать, сделала. Осталось поделить деревья и вот там, где я вам показала, что сделать. Так, лопатку можно с огорода забрать. Вот. Вот это я убрала. Видите, погнили у меня опоры все на крыжовнике. Убрала. Не знаю, может быть, другие сделаю. Может быть, так и будут. Посмотрю, в общем. Ну, вот, друзья мои, вот так. Так что ничего страшного. Глаза страшат, а руки делают. Вот, думаю, что вот эти места, где я повыкорчевала крыжовники, че эти, кустарники, я тут, вы знаете, у меня много что сажать. И помидоры, и перцы. Может быть, перцы здесь посажу в этом году. Ну, в общем, посмотрю. Много что сажать, так что. А земля потихоньку восстанавливает. То там, то там. Так что можно придумать, что посадить. И капуста у меня тоже надо где-то... Ну, капуста здесь будет, как говорится, не солнечная. Им нужно солнце. Короче, друзья, на этом, пожалуй, я свое видео сегодня закончу. Подписывайтесь на мой канал, если хотите. Не хотите, это ваше, конечно, дело. Ну, а я что хотела, вам рассказала, показала. Кому было интересно, ставьте пальчик вверху. Кому нет, извините. Ну, а с вами была Валентина. До следующей встречи, друзья. КОНЕЦ